Здравствуйте! У нас в этом году столько белых грибов, что пришла пора поговорить о них поподробнее и выяснить, почему же белый гриб называется белым чистенький. Почему им такая честь? Название аж двумя словами. Белый гриб на вид крепыш. И обратите внимание, шляпка у белого гриба то не белая, коричневая, темно-коричневая, светло-коричневая. Крепкий, хороший, чистый. Вот масленок. Мы же не говорим маслянистый гриб, а говорим масленок. Вот лисичка. Это не лисичий гриб, а лисичка просто. Мы не говорим «маховой гриб», а говорим «маховичок». Правда, говорим «чёрный груздь». Здесь не поотрицаешь. Но он ценный для сосола. Не говорим «рыжий гриб», а говорим «рыжик». Не говорим «гриб возле пенька», а говорим «опёнок» и так далее. И только белому грибу, одному из немногих, такая честь и привилегия. Название в двух словах «белый гриб». А говорят, что белый гриб так называется, потому что после сушки, вот этот покрепче, после сушки он остаётся белым. А ещё белый гриб имеет высокие питательные качества, неповторимый аромат и ценный вкус. Он вкусен и в заморозке, и в мариновке, и особенно в сушке. Вот этот уже брать не будем. Этот остаётся на семена. Зимой мне больше всего нравится белый гриб сушёным. Он придаст аромата и чудесного вкуса любому блюду. Как добавка и как основное блюдо его можно использовать. Перед нами сухие грибы. Вот это вот молодые беленькие. И мы видим, что в сушке они сохраняют белый цвет. В отличие от подосиновиков, у которых в молодом возрасте под шляпкой светлые белые трубочки, но в сушке они чернеют. В отличие от польских, у которых в молодом возрасте тоже под шляпкой светлый цвет, но сухие они сильно темнеют. Вот это, как вы догадались, белые грибы тоже, но постарше. Зеленоватые трубочки у них так и остались, но мякоть всё равно сохранилась светлый белый цвет. Конечно, в высушенной печи белые грибы темнеют, но молоденькие белые даже в печи сохраняют белые трубочки под шляпкой. И, как вы заметили и сами убеждались, на срезе белые грибы не чернеют, не сереют, не буреют, а остаются белыми. Оттого этот царский гриб так и называется белый гриб. В сушке остаётся белым, на срезе белый. В белых грибах очень много рыбоплавина, вещества, отвечающего за здоровье нашей кожи, ногтей, волос. И много антибиотика линкомицина, который хорош для лёгких, то есть поддерживает лёгкие в порядке. Недаром найти белый гриб считается большой удачей. За этими грибами все гоняются, все хотят их поймать, собрать. Я вам желаю очень много найти белых грибов, полезных, ценных, вкусных.